В начале года заключено соглашение между Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР и Министерством экологии и природопользования Московской области. Сотрудничество выстраивается по нескольким направлениям. Это и организация особо охраняемых природных территорий, приработка строительных отходов и правовое регулирование экологических вопросов. Московская область делится своим опытом. Опыт Московской области один из самых крупных в России, потому что у нас в Московской области единственная создана система строя отходов. Мы в погоду перерабатываем порядка 45 миллионов тонн строительных отходов. Это колоссальный объем. И здесь вот мы как раз приехали посмотреть, у вас тоже есть площадки, соответственно нужно посмотреть какое оборудование, как это перерабатывается, во что это превращается. Как отмечают в Государственном комитете экополитики при главе ДНР, визит рабочей группы от Министерства экологии и природопользования Московской области – это только начало большой совместной работы по интеграции в общероссийское пространство. Очень интересный опыт в Московской области, в правительстве, там есть Центр управления регионом и есть отдельная секция по экологии. То есть это то, что позволяет, скажем так, эффективнее управлять процессом на основе получаемой обратной связи от жителей. Вот сегодня, когда мы обсуждали взаимодействие РВЭТ, пообещали, что программное обеспечение они могут нам предоставить. Продолжение следует...